Двердохлебова Ольга Ивановна, «Винница». Здравствуйте, Ольга Ивановна. Здравствуйте, мальчики. Добро пожаловать. А где же Женя? Ну сейчас, я понимаю. Женя, что, у тебя деньги кончились уже? Нет, я все переписал на Шепелева. Дима, ты же хотел посмотреть на Ольгу Ивановну, куда ты ушел? Он посмотрел. Ну, я понимаю, что Ольга Ивановна пришла на Женю. Я боюсь, чтобы Ольга Ивановна сейчас не сказала то же самое Жене, что сказала Юля тебе. Здрасте, да. Женя, в прошлый раз... Да, я помню, в прошлый раз не надо. Вовочка, ты знаешь, когда ты сказал, можно на «ты»? Да, на «ты», конечно. А почему нет? И когда ты сказал, что ты любишь людей, в которых изюминка. Я тебе понараблюсь. У меня две изюминки. Я уверен, Ольга Ивановна. Ребята, я знаю 499 анекдотов на память. 499? И год мне будет 90, я вас приглашаю на юбилей, мальчики. Я хотела подарить вам журналы, где венечанка, разведчица. Это вы разведчица? Ася, это я. Круто. Да. Я до Берлина дошла. Серьезно? Да. И свою первую награду, медаль за отвагу, я получила посмертно. А я живу. Ольга Ивановна, у вас есть одна минута, чтобы заставить комиков смеяться. Ну как, ребята, слушайте сюда. Мой сын закончил Киевское училище высшее. И противовоздушная оборона. Поехали в Казахстан. А эти части стоят далеко от населенных пунктов. Приезжает майор. Проверил огневую, строевую, политическую подготовку. А потом говорит, как же вы тут без девочек? Они говорят, у нас есть верблюдица. Этот дурак пошел туда. Она его плевала, обрыкала. Он выходит, говорит, как вы ее? Да мы ее никак, мы на ней до девочек ездим. Даже улыбка комика стоит в нашем шоу денег. Вы выиграли одну тысячу гривен. Поздравляю вас. Ну что, у меня еще есть случай такой, что можно рассказать. Ольга Ивановна, подождите одну секундочку. Я хочу вам напомнить правило, потому что это все-таки игра. Вы только что заставили комиков смеяться и заработали одну тысячу гривен. Все очень честно и очень здорово. И все. И я ухожу. Вы можете забрать деньги, чтобы ничем не рисковать и уйти. Хорошо. Но если хотите рискнуть, конечно, вы можете продолжить. Но гарантии, что комики засмеются, нет никакой. Что подскажет публика? Деньги. Ольга Ивановна, ваше решение. Возьмете деньги? Давайте все равно. Тысячу теряю, пять тысяч, все-таки это деньги. Ах, Ольга Ивановна. Жадная Ольга Ивановна. Да, но, знаете, будет жалко, если проиграете. Володя, у меня есть причина. Дело в том, что я веду клубом женщин-фронтовизик. А в одной провалился потолок. И она мне говорит, что если ты поедешь... Они меня и записали. Если ты поедешь, так ты нам потолок вот что-то ремонтируешь. А сколько это стоит, Ольга Ивановна? Ну, тысяч пять, наверное. Ольга Ивановна знает, что она делает. Ничего случая такое. Так, Ольга Ивановна, тогда знаете как, раз вы все понимаете, тогда, уж простите, что я так говорю, пеняйте на себя. Проиграйте. Ну, ничего. На вашей совести проигрыш. Ну, не выиграю тысячу. Ну, будет подружка на свежем воздухе. Без крыши. Ольга Ивановна, я предлагаю вам еще одну минуту. Согласны? Да. Из Немирова приезжает баба Мотя и купила чуни. Чуни это, знаете, такие галоши? Ну, а я ей говорю, что вы так несете? Зайдите, вот, обувь возьмите коробку. И ложечка, она попала в аптеку. Сидит тогда баба, едет домой. Молодой человек читает на коробке. Пятьсот презервативов. Бабуля. Вы, говорит, кому? Да дидови. Да зачем же ему так много? Вин и холера за два месяца с челгой. Ай, ай, ай. Ольга Ивановна. Ивановна придумала историю про какую-то бабулю, видать, это про нее история. Нет, говорит, нет. Видели бы вы, как закатились глаза от восхищения у Жени Кашевого. Женечка, спасибо тебе, зайчик. Между прочим, смех Жени принес вам пять тысяч гривен. Женя, я так переживала, когда Володя выступал с Галкиным, ну, я хотела сказать, что я бы с удовольствием туда поехал. Галкин же любишь старушек. Ольга Ивановна, мой вам совет. Берите пять тысяч гривен и езжайте делать ремонт. У меня еще есть одно. Но там... Ольга Ивановна... Мой вам совет. Советик вам даю. Ладно, Дима, ты плохой. Я иду к хорошим ребятам. Поздравляю. Размеши свежного. Сделай, чтоб парень спияться. Размеши свежного. И под столом валяться. Размеши свежного. Пусть намочит колдотки. Размеши свежного. Но только не использующий кодки. Возраст не помеха. Приезжайте, смешите комика. Мне на следующий год 90 лет. И я приехала не постеснялась.